Визит госсекретаря США Энтони Блинкина в Китае не состоится. Поездку отменили в связи с появлением в небе США китайского аэростата, который, как считают в Пентагоне, предназначен для наблюдения. Пекин говорит об ошибке и призывает к хладнокровному разрешению спора. Тем временем еще один китайский аэростат был обнаружен над Латинской Америкой. Решение Китая запустить разведывательный аэростат над континентальной частью Соединенных Штатов неприемлемо и безответственно. Вот о чем идет речь. Это нарушение нашего суверенитета, это нарушение международного права. Такой шаг в преддверии запланированного визита наносит ущерб предметным обсуждениям, которые мы были готовы провести, добавил Блинкин. Госсекретарь сказал, что США остаются привержены дипломатическим контактам с Китаем, и он планирует посетить Пекин, когда позволят условия. Тем временем США будут поддерживать открытыми каналы связи с Китаем, в том числе по вопросу данного инцидента. Десятки российских и украинских военнопленных вернулись домой. Об этом в субботу сообщили официальные лица обеих сторон. Российская Минобороны проинформировала об освобождении из украинского плена 63 военнослужащих армии РФ. В состав группы, как уточнили в ведомстве, вошли лица чувствительной категории, обмен которых стал возможен при посредничестве руководства Объединенных Арабских Эмиратов. Военнослужащим оказывается психологическая и медицинская помощь, и предоставлена возможность связаться с родственниками. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что из российского плена возвратились 116 украинских военных, в их числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы, работавшие на Бахмутском направлении. Сообщается также, что российская сторона передала тела погибших иностранных волонтеров Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиоса Мэтью, и тело добровольца украинца Евгения Кулика. Последний служил во французском иностранном легионе и после начала войны вернулся защищать Украину. Олимпийский комитет Украины все еще рассматривает возможность бойкота Парижской Олимпиады в следующем году. Если международный комитет примет российских и белорусских спортсменов, под нейтральным флагом, теперь к бойкоту могут присоединиться и другие страны, такие как Эстония, Латвия, Литва и Польша. У нас нет права на компромисс в этой ситуации, когда гибнут наши украинцы, когда гибнут наши женщины, дети, когда бомбят наши города. Повторю, что уже разрушены 344 спортивных объекта. Уже погибли 220 наших спортсменов. На данный момент мы не можем пойти на компромисс о допуске российских и белорусских спортсменов. Разгоревшаяся полемика затмила сообщение о том, что Олимпийский огонь начнет свой путь Марселе в апреле. Чехия заявила, что не будет бойкотировать игры, так как это было бы неуважением к спортсменам. Страны Евросоюза согласились установить потолок цен на российские нефтепродукты, чтобы ограничить средства Москвы для ее войны в Украине. Об этом заявил представитель Швеции, председательствующий ЕС. Ограничение предлагается установить на уровне 100 долларов за баррель для нефтепродукции, которая торгуется с надбавкой по отношению к сырой нефти, в основном дизельное топливо и бензин. А для дисконтных продуктов, таких как мазут и гудрон, на уровне 45 долларов за баррель. Решение вступает в силу с 5 февраля. Сотни бразильцев, живущих во Флориде, собрались в отеле Трампа в Майами, чтобы послушать выступление своего бывшего президента Жаира Болсонару на мероприятии, организованном американской консервативной группой. Болсонару не сообщил, как долго планирует продлить свое пребывание в США, куда уехал после поражения на президентских выборах. На инаугурации нового главы государства, Лулы и Дасилы, он не присутствовал. Бразильские власти расследуют роли экс-президента в атаке его сторонников на федеральные учреждения в начале января. Болсонару свою причастность отрицает. Мега-тюрьма на 40 тысяч заключенных. Власти Сальвадора показали журналистам новый тюремный комплекс, который был построен в изолированном месте в департаменте Сан-Висенте. Это крупнейшее сооружение подобного рода в Латинской Америке. Оно оснащено новейшими технологиями для предотвращения побегов. Именно здесь предполагается содержать боссов преступных группировок, а также других опасных преступников. В Сальвадоре с 26 марта прошлого года действует режим чрезвычайной ситуации для борьбы с разголом преступности. За это время были задержаны более 60 тысяч человек.